Приветствую вас! И первое, чего бы мне хотелось бы начать, это с того, что как вы сами относитесь вот к этим изменениям, на которых настаивает ваш парень. То есть, как вы по ним относитесь сами к этим изменениям? Считаете ли вы их для себя, например, полезными? Считаете ли вы их для себя, например, правильными? Считаете ли вы, что эти изменения как-то могут вам, скажем, помочь? Считаете ли вы, что эти изменения могут как-то принести вам пользу, да, и так далее? То есть, вот этот момент, на мой взгляд, достаточно важный. Здесь, именно здесь, здесь, именно вот в том аспекте, как вы относитесь к этим изменениям, которые, собственно, ну, которых, как я понял, ваш парень требует. То есть, если вы сами считаете, что вам вред эти изменения не нанесут, то, соответственно, тогда, естественно, можно попробовать, значит, измениться, можно попробовать соответствовать этим изменениям. Если вы сами тут только считаете, что эти изменения для вас, если вы сами тут только считаете, что вам они подходят. Понимаете? Вот. Это вот принципиально важный момент. Если вы по какой-то причине считаете, что изменения вам, например, навредят, или если вы считаете, что изменения, ну, допустим, не для вас, или если вы считаете, что это не то, чего вы хотите, или если вы считаете, что данные изменения вам обязательно навредят, или вы, например, потеряете себя из-за этих изменений, то в таком случае на просьбы вашего парня о том, что, ну, о том, что вы изменились, стоит реагировать довольно однозначно. То есть, не обвиняя его в чем-либо, не обвиняя его и не как-либо, значит, ну, осуждая его за то, что он, вот, хочет от вас каких-то изменений, значит, не осуждая его за это, вам нужно, значит, просто-напросто, вам нужно мягко говорить ему, что эти изменения, которых он хочет, не является чем-то для вас, значит, правильным, полезным и так далее. Ну, именно с вашей, как раз, как раз, вот, точки зрения. То есть, если мужчина, например, вами дорожит, если мужчина, например, о вас беспокоится, если мужчина вас любит, то он поймет, что вам важно и что вам дорого, и, по сути дела, перестанет требовать от вас изменений, кардинально изменений. Почему? Ну, хотя бы потому, что, если вы изменитесь не в ту сторону, какую вы бы сами для себя считали хорошей, то это будет означать потеря вами, вашего собственного я. И, как результат, вы либо будете несчастны, потому, что вы потеряете себя, либо вы просто-напросто будете, ну, как бы, подчиняться, вы будете подчиняться своему мужчине, и, подчиняясь своему мужчине, вы не будете совершенно счастливы. А мужчина, тоже, кстати, вот, очень важный момент в этом, вот, заключается. Какую цель, цель, какую цель преследует мужчина, когда хочет, когда требует от вас, значит, определенных изменений. то есть, зачем ему, чтобы вы менялись? Для чего ему ваши изменения? ответ на этот вопрос, я бы хотел, чтобы вы для себя, как следует, продумали бы. Потому что, если мужчина требует от вас кардинальных изменений, как вы говорите, для себя в ущерб вам, то совершенно понятно, что он поступает эгоистично, он, значит, принижает ваши ценности, обеценивает вас, стремится подчинить вас, и, собственно говоря, никакой любви с его стороны к вам речи не идет. К сожалению. Вот именно, если мы говорим о данном аспекте, тогда вам нужно от такого человека отдаляться. Тогда вам нужно уходить от такого мужчины и бежать от него как можно дальше, потому что он вам может навредить. Другой вопрос, почему вы спрашиваете нас, что вам делать, если парень требует от вас изменить а что вы хотели бы делать, что вы предлагаете, вот вы сами что предлагаете, какие действия вы сами рассматриваете, вы сами для себя, какие действия рассматриваете, считаете ли вы сами приемлемым его, например, требование к вам изменить, измениться, считаете ли вы нормальным то, что он требует от вас каких-то изменений или нет. Вот что важно. Если вы считаете, то это нормально, если это укладывается в вашу систему ценностей, ну, то есть, если вы знаете, что вы изменитесь и вам будет хорошо, если вы считаете, что его требования условно говоря обоснованы, то меняйтесь, меняйтесь, конечно, но если вы сомневаетесь в том, хотите ли вы эти изменения или нет, а главное, если молодой человек все-таки требует от вас изменений как бы не для вас, не столько для вас, сколько для себя, например, то стоит ли тогда ради такого человека меняться? Вот в чем вопрос на самом деле. И вопрос, на мой взгляд, довольно важный, довольно такой животрепещущий, я бы сказал. То есть, об этом вам нужно подумать как следует. потому что если вы будете, например, меняться, то вам нужно иметь четкое по возможности представление о том, ради чего, для кого вы меняетесь и что куда важнее, не вредит ли это вам. Потому что если вам это вредит, действительно, прямо если вы видите и знаете, что вам это вредит, если вы чувствуете этот самый вред, то меняться в таком случае ради этого человека естественно не стоит. Он не оценит, а вы вы по сути дела будете страдать только лишь и ближе вас это не сделать не к нему объективно. Вот, а я думаю, что так можно ответить на ваш вопрос. надеюсь, что я помог вам разобраться с вашей ситуацией. Вы мне пишали в личку, но почему-то ничего больше не ответили. Надеюсь, что вы все-таки консультацию пройдете по своей проблеме. Я бы тогда мог вам помочь. А если у вас остались вопросы, ко мне пишите в личку. помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.